Итак, друзья, продолжаем этожить сезон. Убираемся на огороде, собираем с грядок последний урожай и увозим его на хранение. И сегодня я займусь корнеплодами, буду выкапывать свеклу, морковь, сельдерей и так далее. А заодно, как всегда, буду рассказывать и показывать все подробности самого процесса и делиться с вами, как я это делаю и какими способами я сохраняю урожай. И начну я со свеклы. Напомню для начала, как правильно определить ее зрелость. А это сделать очень просто. Так как корнеплоды ее всегда частично торчат на поверхности, то их готовность определяем по внешнему виду, а точнее по размеру. Вдобавок еще и пожелтение и высыхание нижних листьев, это тоже есть еще один внешний признак готовности урожая. И конечно же, еще учитываем характеристики сорта, который выращивали. И ранние и средне-ранние сорта убираем пораньше, а поздние, соответственно, позже. То есть смотрим на все эти признаки в сочетании друг с другом. Напомню еще, что убрать корнеплоды вовремя очень важно. Так как если их передерживать в земле лишнее время, то может начаться их вторичный рост. И из-за этого на них появятся какие-нибудь ненужные светлые круговые полосы. Или даже могут отрасти какие-нибудь маленькие белые корешки. А если же наоборот, выкопать их пораньше, то мы потеряем их качество. Так как считается, что ближе к осени, то есть уже в последней стадии роста, в овощах накапливается наибольшее количество полезных веществ. Свеклу же доставать из земли очень просто, намного проще, чем остальные корнеплоды. Опять же, потому что она частично торчит на поверхности. Но если земля совсем сухая, то можно немного поддеть корнеплод в земле. А затем уже очень легко вытянуть его за ботву. По времени это занимает буквально несколько минут. А уже после того, как я достала все овощи из земли, я их сортирую. Среднего размера корнеплоды отправляю на хранение, а мелкие или же сильно крупные в переработку. Более того, свеклу можно употреблять полностью, то есть без отходов. И корнеплоды, и саму ботву тоже, так как она тоже очень полезная и приятная добавка к меню. Поэтому я беру клубень, обрезаю ботву ножом, прямо под корень, даже вместе с пяточкой. А затем эту зеленку точно так же, как и любую другую, нарезаю и замораживаю. Корнеплоды я все отсортировала по размеру. Мелочь чищу, шинкую на кухонном комбайне, раскладываю по пакетам и отправляю в заморозку. А средние хорошенечко просушиваю под навесом, только недолго, так как свекла она очень быстро теряет упругость в тепле. И не задерживаясь, отправляю ее в подвал на хранение в пластиковых ящиках из-под фруктов. Если же урожая немного, то можно вообще не заморачиваться, а сложить ее в обычные пакеты, завязать их, проколоть в нескольких местах, чтобы был доступ воздуха и овощи там не запрели. И хранить прямо в холодильнике в отделении для овощей. А вообще, свеклу можно сохранить и другими способами. Это и в фольге, и пересыпать ее с золой. Это тоже хорошие способы. Корнеплоды так лежат вплоть до самой весны и при этом не вянут. Поэтому, если кому-то интересно другие варианты сохранности урожая, то ссылку на этот ролик, где я более подробно все описывала, закреплю в описании. А о вас прошу делитесь своими проверенными способами и идеями, как лучше сохранить урожай. Оставляйте свои комментарии, замечания и обязательно напишите, употребляете ли вы в пищу ботву от свеклы. Если да, то в какие блюда ее добавляете. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Обязательно пишите комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал. Там мы с вами будем продолжать общение и делиться опытом. Субтитры сделал DimaTorzok